Всем привет! Я Аня, это Локо ТВ и сейчас мы находимся в Сочи, на арене Фишт, где уже завтра состоится главный матч года, финал Кубка России. Стадион вовсю готовится, скамейки, поле, трибуны, раздевалки, все в полном порядке, но на самом деле хочется не только посмотреть на арену Фишт, но и прочувствовать дух самого Сочи. Поэтому сейчас мы отправимся на улицы города, короче, в Сочи. Молодой человек, а можно пару вопросов? Да. Просто я вижу, что вы болеете за местный футбольный клуб, да? Ну его уже нету. Но вы болеете? Ну, раньше. Бытай. Да. А знаете, какой завтра матч в вашем городе? Нет. То есть вы увлекаетесь футболом и не знаете? Нет, я таки им увлекаюсь, я форму так для виду ношу, ну удобно просто. Завтра финал Кубка России. Да, ну классно. Кто с кем играет, не знает? Понятия не имею. Локомотив играет. Никольно. А вы знаете, что завтра финал Кубка России в Сочи? Ну, на Фиште. Кто с кем играет, тоже, наверное, знаете? Ну, нет. Вешер будет. Не до этого. Мы не успеваем за событиями в Сочи. Мы только вчера были на Всероссийском субботнике, потом и вчера было ралли, да, формула. Сегодня у нас 1 мая, теперь мы готовимся к 9 маю к Бессмертному полку, и, наверное, нам осталось еще пойти на футбол. Локомотив завтра играет в финале Кубка России. Что-то слышали об этом? Слышал. Пойдете на футбол? Ну, не важно, с кем играет, главное, что играет Локомотив. Важно. С конями. Нет, ваши кони уже давным-давно вылетели. Я за Реал, ребят. Вот. Вот с таким. Ну, Локомотив вообще не хуже Реала, честно говоря. Нам сегодня очень везет, мы встречаем болельщиков всех клубов, кроме Локомотива. Например, сейчас видим болельщика Кубани. Надеемся, он от меня откажет. Извините, пожалуйста, здравствуйте. А можно вам пару вопросов? Можно. Помните, что было 2 года назад? Нет, не помню. Ну, вы играли в финале Кубка с Локомотивом. Проиграли. К сожалению. Расстраивались тогда? Было, да. А завтра за кого будете болеть? Завтра, скорее всего, больше за Урал. Так нельзя. Я стабильный многолетний болельщик Урала. Урал-маша. Урала. Спасибо. Едем, приехали за победой. А уедут без победы. Вы болельщик Локомотива? Да, я болельщик Локомотива. Откуда? С города Красноуральцев, Саввозовская область. То есть, по идее, и Урал команда вам ближе? Она ближе, но моя любимая команда Локомотива, потому что я за нее болею с 2003-го где-то года. И завтра вы пойдете на трибуну красно-зеленых, топите просьбы практически своих. Ну, почему? Это как бы местная команда и любимая ездила. Только Локомотива. Пока победа. Ставр, Ставр, интервью, Ставр. Интервью. Я еду в отель-команде. Что будешь там делать? Я буду спрашивать, они готовы ли они драться за кубок. А ты готов? Я, да, вот, я на велике готов. Я за ним за кубку еду тоже. Завтра победим? Обязательно, обязанно просто. Каким счетом? Честно, думаю, голов немного будет. Ну, ставлю на 1-0 или 2-1, что-то такое. Кто забьет? Миранчук забьет. Давай, Ставр, настраивай там нашу команду. Да, я за этим и еду, ребята. Увидимся. Пока. Вот пока осматриваемся. Осматриваем достопримечательности. Осваиваемся. Сочи нам очень нравится. Исключительно позитивные эмоции. Заряжен с добротой. И ждем от Юрия Павловича только победы. Ждем завтрашнего матча. Мы пока отдыхаем. Победу ждем. Победу. Только Лока, только победа. Ну, это естественно. Ладно, кто забьет, давайте так. Все по одному. Вся команда. То есть будет у нас 11-0 и Павлович еще заголоть. Конечно. Верим в Юрия Павловича, его тренерский гений. Тут без вариантов. Кубок наш. Людям не все равно. Они приезжают в будний день, бросают дела. Кто-то там кого-то с работы увольняет, приезжают люди. У кого-то там экзамены, учеба. Они здесь и с командой. Вот и все. Больше слов не нужен. Люди здесь. Нужна победа. Чтоб они отдавались до конца. Вперед, Лока!